ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В подробности у Александра Ястегнеева он присоединяется к нам в прямом эфире. Александр, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Виталий. Сейчас мы находимся по-прежнему возле Хованского кладбища. Оцепление сотрудников полиции до сих пор не сняли. Там на территории продолжаются следственные действия. Сегодня сотрудники полиции сразу же после того, как пресекли массовую драку, искали там оружие, которое использовали, враждующие, конфликтующие стороны, какие-то следы. Кроме того, кстати, нашли и тело одного из погибших во время этой драки. Всего сейчас по официальной информации известно, что погибло 3 человека, 23 находятся в больнице. Четверо в очень тяжелом состоянии, в крайне тяжелом. Давайте вспомним, как все начиналось. Эти кадры сняли сами сотрудники Хованского кладбища, спрятавшиеся в одном из строений. Видно, десятки людей с лопатами, арматурой бегут. Завязывается драка. Слышны выстрелы. Одиночные, а потом явно из автоматического оружия. Очередями. Причем люди, дравшиеся между собой, били и посетителей кладбища. Мы стояли в пробке, выезжая из кладбища, навещали дочь умершую. Все произошло в секунды. Сели к нам на заднее сидение. И тут же подбегает группа, человек 15, давай громить машину и доставать их бить. Вышел муж, его ударили по виску, его убезла скорая. Кидались друг на друга, били машину, в которой кто-то сидел. Причем они били, я так поняла, лопатами. Ну, то есть, или черенками от лопат, возможно. И потом, когда мы уже вышли к остановке автобусной, уже началась стрельба. Стрельба была постоянной. Она была где-то вот прям рядом, и народ прям выбегал. И только тогда уже мы услышали сирену, и приехала скорая помощь. И когда мы приезжали уже на автобусе, скоро кто-то был ранен, кто-то лежал задержанный уже. В драке участвовало от 200 до 400 человек. Две этнические группировки. С одной стороны, приезжие из Среднеазиатских республик, работавшие на Хованском кладбище. С другой, выходцы из Кавказа. По одной из версий, они приехали, чтобы обложить гастарбайтера в Данию на 15 машинах. Но встретились жесткий отпор. Началось побоище и перестрелка. Вот что рассказал нам дядя одного из погибших. Приехали, вот что-то хотели, вот деньги хотели. Собрали. Они не согласились, вот взяли. Они же давно здесь ходят, неделю уже больше. Деньги просит у них. Когда драка только началась, на Хованское кладбище приехала полиция. Но сразу остановить побоище не удалось. Отправили подкрепление. Только после вмешательства бойцов ОМОНа участники начали разбегаться. Кладбище на тот момент уже оцепили. И полиция задержала почти 100 человек. На этих кадрах видно, среди задержанных есть люди славянской внешности. Всех задержанных доставили в ближайшее отделение полиции. С ними работают следователи. А трое, предположительно зачинщики, пытались уехать с места на машине. И насмерть сбили двоих человек. ОМОН их тоже задержал. Вот эти люди. В салоне автомобиля нашли пистолеты. На кладбище что делали? Да я по поводу, по работе своей. Хочу тут цветы мою, точки открыть. Что, где работаете? Я, наверное, нигде работаю в охране. Хотел тут, нигде не работаю. Вы откуда приехали? В Москву? В Европу. Московские власти дали оценку случившемуся. Глава департамента торговли и услуг Алексей Немирюк заявил, что причиной конфликта стал наплыв гастарбайтеров с соседних строек. Хованское кладбище находится в районе, который активно застраивается. На объектах проводились рейды правоохранительных органов. И гастарбайтеры убежали прятаться на кладбище. Охрана пыталась их выдворить. Однако те оказали сопротивление. И покинули территорию только после приезда полиции. По предварительной информации, конфликтная ситуация возникла между работниками, которых граждане нанимают для обустройства могил частным порядком. Все граждане, принимавшие участие в конфликте, не являлись сотрудниками кладбища. В столичном главке заявили, пострадавших и тем более погибших среди полицейских нет. А вот количество жертв побоища, возможно, возрастет. Следователи находили сегодня массу кровавых следов, которые велись территории Хованского кладбища и обрывались у дороги. Вероятно, раненых, в том числе смертельно, участников драки, увозили друзья и сообщники. Нужно отметить, что похороны, которые были назначены на сегодня, на Хованском кладбище не состоялись. Сначала полиция не пускала на территорию траурной процессии, потому что это было опасно. Затем там начались следственные действия. Поэтому люди вынуждены переносить погребальные церемонии на завтра. И вот стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин выразил сожаление в связи с произошедшим на Хованском кладбище. Он пообещал, что правоохранительным органам будет оказана вся помощь в полном объеме. И он сообщил об этом в Твиттере, в своем микроблоге. Причем подчеркнул, что уверен, что виновные не останутся безнаказанными. А у нас сейчас есть возможность поговорить с главой профильного ведомства. Это глава департамента торговли и услуг. Работа кладбищ как раз относится к этому департаменту. Алексей Немирюк. Алексей, добрый вечер. И давайте сразу же вопрос, чтобы не тянуть. Есть ли вообще понимание сейчас у московских властей, что все-таки на кладбище произошло? Версий несколько. Версий действительно несколько. Но основная версия все-таки мигранты, которые периодически проникают на территорию кладбища с различными целями. Иногда это просто сокрытие от правоохранительных органов. Зачастую многие из них работают на территории прилегающих кладбища в 50 компаниях, которые оказывают ритуальные услуги. Собрались сегодня утром в районе 12 часов у территории кладбища и попытались проникнуть. ЧОП, который охраняет кладбище, попытался им противодействовать в этом. При этом один из сотрудников был ранен, после чего были вызваны силы полиции ОМОНа. Ну и, как вы уже сказали, более 50 человек было задержано. Но фигуранты этого дела, даже задержанные, выходцы из Средней Азии, говорили, что сегодня эта встреча, она, в общем-то, была запланирована, да, как говорят на языке криминального мира. Эту стрелку здесь им назначали и, в общем-то, все были готовы. Почему не вмешалась полиция и власти до? Почему допустили вот эту ситуацию до такого развития? Ну, на самом деле, у полиции такой информации не было, что будет что-то происходить. Действительно, в момент, когда уже сюда стали стекаться мигранты с различных территорий, значит, сотрудники полиции проедировали. Но так как было все-таки более 150 человек, основные силы подъехали уже чуть позже, когда ситуация на прилегающей территории начала накаляться. Какие-то дисциплинарные взыскания, что-то последует среди сотрудников кладбища, либо... Да, руководитель кладбища распространен от занимаемой должности, при этом я должен... С какой формулировкой, за что? Ну, за то, что не смог обеспечить, скажем так, безопасность самой территории и тех посетителей, которые там были. Значит, а хотел бы сказать, что все захоронения, которые были запланированы, они сегодня сделаны, всего лишь два захоронения перенесены на завтрашний день. Ну, насколько мы понимаем, как бы это цинично ни звучало, но захоронение, вообще похороны, это достаточно затратное мероприятие. Людям пошли навстречу, им, как-то, не знаю, снизили тариф, не знаю, либо бесплатно, может быть, завтра те же катафалки, еще что-то будут работать. Ну, потому что им пришлось возвращать тела в морг. Ну, тела в морг практически не возвращались, да, из 12 запланированных похорон сегодня прошли 10, двое перенесены на завтра. Конечно, мы окажем максимальнейшее содействие всем тем, кто, в общем-то, кому были причины неудобства в сегодняшнем захоронении. Смотрите, сейчас, я думаю, у всех, кто смотрит интервью с вами, главный вопрос, а могут ли люди быть уверены в том, что это не повторится на каком-то другом кладбище? В Москве их несколько, все огромные, все представляют лакомый кусок для криминального, полукриминального бизнеса. Значит, на самом деле ситуация, это она, ну, к сожалению, наверное, вот произошла впервые, да, и мы надеемся, что она впредь не будет происходить. Все мы усилием меры безопасности, я думаю, поменяем охранную фирму, которая охраняет городские кладбище с тем, чтобы, ну, все-таки противодействовать вот таким вот ситуациям и более четко следить за территорией кладбища и кто туда проникает, с какой цели. Столичные власти будут ужесточать работу с нелегалами, потому что сегодня заявляли сотрудники полиции, те, кто сегодня в этом побоище участвовал, все они были нелегалами, и поэтому на кладбищах будет это отслеживаться, будут с нелегалами работать жестче, выдворять их в рамках законодательства? Совершенно верно, действительно такая работа проводится, неоднократно с этого кладбища вывозилось более ста нелегалов, и я думаю, что в дальнейшем работа будет продолжена, в том числе в полном взаимодействии с правоохранителями органами, для того, чтобы не допустить подобную ситуацию впредь. Спасибо, это Алексей Немирюк, глава департамента торговли и услуг, в общем-то, того департамента, в ведении которого находится работа городских кладбищ. Виталий. Александр Евстегниев в прямом эфире о событиях на Хованском кладбище Москвы. Александр Евстегниев в прямом эфире.